Всем привет, с вами Дэн и у нас новиночка Акватика. Давайте открывать, давайте смотреть что-то внутри. Аккурат, перед началом китайского нового года они вышли. И здесь есть на что посмотреть. Опа! Значит, инструкция гарантия. Ремешочек второй в комплекте. Основной у нас кожаный. Коробочку сейчас закрываем и убираем в сторону. Потому что самое главное, конечно же, здесь часы. Я напоминаю, что Акватика это тот бренд, который специально вышел на Алиэкспресс, чтобы сохранить доступ на российский рынок. Ну а так у них часы продаются через официальный сайт. Я ссылки все оставлю в описании к этому ролику. Так, давайте сейчас все распакуем, потом продолжим. Ну что значит? Это линейка C-Star, которая хорошо известна. Она уже достаточно давно появилась. Но вот она вышла в бронзовой версии GMT. Как вы понимаете, GMT это один из трендов главных как 23-го года, так и 24-го. Это вот как раз новиночка. И там разные вариации есть и по циферблату, по цветам, естественно. Так что, в общем, посмотрите, увидите. Здесь GMT. Поэтому у нас механизм какой? Пишите в комментариях. Конечно же, Seiko NH34, который позволил микробрендам делать доступный GMT. И, собственно, здесь, понятное дело, секундная стрелка, часовая, минутная и стрелочка GMT, так называемый офисный GMT, то есть за другой часовой поезд, второй, да. Если вы в путешествии, если на работе, если просто следите за каким-то городом. В общем, у нас специальная отдельная стрелочка. Вот. И что здесь в этих часах у нас получается? Бронзовый корпус, бронзовая бакля. Здесь бронза будет покрываться, естественно, патиной. Для тех, кто не хочет, чтобы она особо соприкасалась на задней крышке, которая сделана из стали 316L. То есть, соответственно, контакт с рукой будет минимальный. И, понятное дело, если вы сильно потеете, тогда что-то на руке, на запястье может оставлять бронза. Во всех остальных случаях, в принципе, особо она и не пачкается. Но, опять же, зависит от вас конкретно. Поэтому, смотрите, можно и стальную версию полностью подобрать. Кому что больше нравится. Потому что бронза, она немножко специфичная. С одной стороны. С другой стороны, очень такая приятная. Оттенок, душевно, нежно все. И, кстати, эти часы, каждое, там их несколько версий, каждая выпущена в количестве 88 штук. Так что это такая прям uber-лимитка. Не так много всего. По характеристикам что еще? Про механизм сказал, про бронзу сказал. Циферблат градиентный, такой здесь зеленый. Опять же, есть разные. Безель с сапфировой ставкой. Сапфировой. И он у нас двухцветный. Зеленый, черный. Сапфир купольный, основное стекло. И, кстати, он довольно-таки высокий. Внутренний антиблик имеется. Супер-люминовый BG W9 на метках, стрелках и на индикациях безеля здесь. 300 метров водозащита. Все серьезно. И также, как я уже говорил, лимитка. Как я говорил, лимитка. Да, на задней крышке здесь вот есть полушария. Да, одно из полушарий. Так я смотрю. А, нет. Ну да, да. Одно Африка и Европа. Окей. Системы быстрой замены здесь, к сожалению, нет. Хотелось бы, потому что у нас второй ремешок в комплекте. Ремень, как уже водится в последний год, наверное, у Акватика. Очень даже приятный. Такой толстенький, пухлый. Хорошо сделан, хорошо прострочен. Знаете, приятный ремень. Хорошо, когда в комплекте сразу идут, что называется, ремни качественные. Так, давайте посмотрим безель. Безель на 60 кликов. А, нет, на 120 кликов, прошу прощения. На 120 кликов. Уверенный такой хороший ход, приятный. Пользоваться удобно именно вот в повседневной, что называется, жизни. Потому что он такой достаточно легкий и хват удобный. Безель относительно высокий. Тут миллиметра, наверное, 4 даже по высоте. Поэтому в плане пользования здесь все будет окей. Корпус для C-Star стандартный. Да, здесь они ничего менять не стали. Но здесь хороший, аккуратный корпус. Достаточно длинные ушки. Этот момент обязательно учитывайте. И он полностью сатинированный. Ну, как для бронзовых часов, это вполне себе хорошо. Потому что в любом случае все это будет покрываться патиной. Значит, размер 41,5 у нас по безелю. И 42 по корпусу, чуть поширее. Высота с учетом стекла 13,9. Без стекла, я думаю, будет где-то в районе 13, да. Ну, даже 13,3. Ремешок 22. И от ушка до ушка 40. Так, поровнее сейчас приложусь. 49. 49. Мое запястье 18,5. Вот так у нас посадочка часов обеспечивается. На среднее и на крупное запястье будет окей. Если у вас запястье поменьше, лучше, конечно, присмотреть какую-то другую модельку. Потому что, ну, они такие, в общем, не малыши, я бы сказал. И при этом у них хорошие пропорции. То есть, да, хорошо сочетаются ушки. Такие ширина ушек. Хорошо сочетается с шириной безеля. Здесь мне все нравится. Стрелки, опять же, нигде ничего не заужено, не заширено. Заводная головка тоже вот так вот, как это нужно. Знаете, в плане вот размеров, я бы сказал, что здесь очень даже выверенная моделька. Ну, и, конечно, мне нравится здесь циферблат. Мне нравится градиент. То, что он с крайней части уже такой прям черный. Центральная часть зеленая, но не выбеленная. И вот здесь хорошо сочетается. Плюс черный, конечно же, он контрастный. А здесь метки накладные, метки золотистые. И стрелки тоже золотистые. Поэтому вот хорошо это все контрастирует. И получается, знаете, вот часы выглядят довольно-таки дорого. Многим это важно. Плюс за счет того, что здесь и высокий сам по себе безель, и стекло купольное, и очень чувствуется вот эта глубина циферблата. Она как бы погружает вас, да, с верхней части безеля сразу вниз. И там черное, а потом зеленый осветляется. И получается классно. Реально, вот в этом плане здесь все хорошо проработано. Кстати, полированные метки, а стрелки сатинированные. Поэтому здесь вот блески есть, но не излишни. И для дайвера здесь как раз это все хорошо. В плане читаемости все окей, потому что стрелочка GMT у нас отдельно. Идет с красным таким наконечником. Ну, а основные стрелки, они здесь просто такие стрелки-мечи. Дата окошка между 4 и 5. Кого-то будет раздражать, как меня. Кому-то понравится, потому что многие все-таки хотят, чтобы дата была. Ну, вот здесь они ее так вписали. Хотя я бы, конечно, хотел, чтобы эта модель была еще в версии без даты. По весу. По весу на ремне получается 109 грамм. Не особо тяжелые часы. Но, опять же, учитывайте, что здесь корпус не самый маленький. Давайте посмотрим. Я думаю, с ремешком, с этим зеленым, они будут совершенно по-другому восприниматься. Мне прямо интересно. Сейчас приложим так, да, по-быстренькому. Да, да, другой вид, совсем-совсем другой вид. Каучуковый ремешок в базе, и он будет хорошо перекликаться с этими зелеными нотками на корпусе. Плюс, когда вот здесь сначала думаешь, может быть, посветлее стало сделать этот ремень. А потом я понимаю, что ведь патиной покроется корпус. И как раз вот такой матовый, глухой такой цвет, я бы сказал, зеленый. Он будет хорошо сочетаться именно когда патина будет на часах. Поэтому здесь, в этом плане, ребята, опять-таки, про этот момент подумали. Так, ну что, у нас такой, да, густой зеленый цвет по краю. В серединке посветлее. Накладные метки полированные. Все тут аккуратненько. Окей. Что касается цены, то она на официальном сайте 500 долларов. Ну, у Акватика время от времени бывает очень даже щедрые скидки. Так что посмотрим, как будет оно в итоге. Но я вам хочу сказать, что модель удачная. Модель классная по характеристикам, по проработке. И опять же, это никакой там не хамаш, не пародирование. Это своя модель от Акватика. И в такой вот своей стилистике. Мне кажется, вполне себе удачная. Так что, если вам нравится бронза, если хочется GMT. И вот такие, ну, необычные. Я бы даже сказал, что сочетание по безелю. Черные, зеленые. Это прям не всегда, не всегда бывает. Так что, вполне можно и рассмотреть. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok